Детство Детство Кошечка белая, пушистая И бабушка Не разрешала мне брать кошечку просто так Она говорила Я дам тебе поиграть ее вечером Как-то ты ляжешь в постель Обязательно сначала помоешь руки Потому что кошечка белая И нельзя ее запачкать И вот каждый вечер я ждала этого момента Я мыла по много раз руки Чтобы мне наконец дали эту кошечку И я бы там 10 минут с ней поиграла Погладила ее, она мяукала Это, как сейчас я помню Для меня было очень счастливое Время, когда я играла Этой кошечкой Я уезжала в Москву Снова возвращалась к бабушке Кошечка ждала за стеклом В шкафу Никто никогда к мне не прикасался Я снова мыла руки И могла взять эту игрушку В какой-то год Прошло время И к этому времени Уже у меня появились двоюродные братья и сестры И был двоюродный брат Миша Как выяснилось потом Любимый бабушке и внук Которого, видимо, она полюбила больше Потому что кошечку она давала ему играть грязными руками И когда я приехала и увидела кошку Которая была серого цвета Она валялась где-то в углу Мне сказали, ну, где моя кошечка? Ну, Миша играл И когда я увидела эту кошку Меня все аж захлестнуло Я представила себе Как эту игрушку, которой я мыла руки Которая не могла прикоснуться Другой человек Спокойно играл, потом бросил И вот это мне показалось Вселенской несправедливостью Как это может быть? И потом, когда я уже стала взрослой Я поняла, что основа несправедливости Это, конечно, неравенство То есть, когда одному человеку нельзя А другому все можно И когда ты видит ребенок Что, например, тебе запрещается А другому человеку, пожалуйста, можно Возникает вот эта мысль о том Что почему, почему жизнь такая несправедливая Почему у меня там нету, у другого есть Почему мне нельзя, а другому человеку можно Мне кажется, что это очень Такое опасное чувство Опасное чувство Потому что оно рождает злобу И оно рождает зависть А зависть вообще Это, я считаю, что это основа Всех самых плохих чувств Это именно зависть И вот я с тех пор поняла для себя И, ну, конечно, это очень важно Знать родителям Я тут, естественно, не читаю лекции для родителей Но просто, наверное, очень многие люди Воспитывают детей И иногда понимают, что, допустим, если я одному ребенку что-то разрешила А другому нет И думаю, ну, это же какая-то мелочь Это не мелочь Это остается, вот, не буду говорить, сколько мне лет И сколько мне было лет, когда я играла кошечкой Вот до сих пор я вижу эту кошку И я, для меня, это символ вот этой вот несправедливости Когда, не то чтобы я обиделась на бабушку Я даже могла понять бабушку Но мне самой было очень горько От того, что вот то, что мне дорого Там кому-то совершенно все равно И, в принципе, вот то неравенство, которое людей всегда разделяет И будет разделять Оно порождает какую-то злобу и зависть Вот мне, конечно, хотелось бы, чтобы такого было как можно меньше Особенно в отношении детей Я думаю, что они помнят это всю свою жизнь